чё ты ругаешься показываю как у нас тут цифры игрушечка утро доброе да затёк мы что ты говоришь привет скажи всем привет я день тебя между ног шарик привет мои хорошие с вами селена свей и сегодня хочу снять влог сегодня я без машины все еще жду мою ласточку пока ее сделают ну а так думаю чё это я без машины чё влога не будет будет малышня просыпается играется с сменчиком из фикс прайса вот он уже подрос у меня теперь уже ему интересно с ним прям вообще делами занимаюсь а он сидит там то поймает его то отпустит ну что одеваемся сегодня пришла должна прийти кристина хочу сходить в магазин хорошо что здесь все есть у нас за краска не за краской а за оксидом потому что в гаранье оксид там двенашка или девять или шесть но это много и кофе у меня закончилось кофе надо купить мы вышли вот когда дует ветер я выгляжу примерно так хотела посмотреть еще глянула все со стороны потом во блоге когда буду монтировать вообще кажется это не так выглядит а вот так более стильника да чё хотела сказать так очки наверное сейчас не в тему вы должны видеть мои глазки чё хотела сказать мы вышли иду и думаю крутится моя новая песня в голове так что я жду скорее свою машинку и буду делать дела и поеду в студию звукозаписи есть у меня одна на примете и я уже говорил это в прямой трансляции по моему не помню уже в общем сам факт эта песня я ее написала уже давно она ну как бы знаете все время когда я пишу песни они вот и чувствую что-то не хватает что-то не то я записываю на диктофон мелодию под музыку если музыка есть и оставляю мы должны были петь ее своим любимым вместе но он весь занят у меня и не никогда ему писать поэтому я написала сама туда куплет и эта песня она была еще создана на самом деле то есть мыслями теме то есть мыслями теме когда мы только начали встречаться и я еще на самом деле я не представляла отношения на расстоянии для меня это было что-то вообще новое и ну я считала что что за отношения на расстоянии да все понимают ну что это такое да там уже гуляет девушки тоже нужно внимание а тем более дети но в общем вот тогда была рождена эта песня и там примерно и но вы поймете когда услышите эту песню общем я ищу еще себе студию звукозаписи с которой могла бы сотрудничать на постоянной основе если я такую найду то я буду клепать вам песни вообще очень часто просто это все дорого очень стоит достаточно да если мне найти и вообще еще талантливых людей надо найти потому что ну как бы все мои песни вообще были созданы одни одним человеком в москве одной студии записи здесь ростове я еще не знаю как как вообще все это делать в общем я ищу в поиске так что готовлю для вас много интересного а еще недавно посмотрела а вот вы спрашивали все кого я смотрю мне очень нравится смотреть они все конечно ролики смотрю но иногда у нее заставочка красивая такая и название очень интересное я думаю посмотрите на свасти такая девочка молодая которая вот взрослеет я ее смотрю уже наверное больше года так ну нет нет наблюдаю да и у нее сначала там покраски волос такая вся она там яркие вещи она такая интересная девчонка с интересными мыслями вот и тут у нее последнее одно из последних видео где она рассказывает о том что оно все и хочется взрослеть я вижу что человек взрослеет и она хочет найти свой стиль они одеваться по моде потому что мода очень бешено меняется да практически там две недели месяц и все меняется и она хочет найти свой стиль чтобы ну как бы базовые такие вещи покупать да я с ней в этом полностью согласна и я всегда придерживалась своего какого-то собственного стиля почему да мне нравится там одевать майк на майке я не знаю может это кто-то придумал но моей голове это родилось само в силу каких-то определенных вещей потому что одна майка например может быть прозрачная до вторую одеваешь и уже нет не прозрачная в плане что без лифчика можно одевать да потом цвета гармонирует очень клево в принципе есть такие майки совмещены как бы они продаются цель целиком вот например вот вот этот капюшон мне очень нравится я нигде не видела таких капюшон тем что он видите вот как нестандартный да какое-то вот как будто я в каком-то скафандре а если еще очки одеть с волосами вместе но вообще как бы и смешно и в то же время мне очень нравится распуталась короче с власти мне очень нравится ее последнее видео с вот этими интересными такими мыслями мне очень нравится смотреть как люди взрослеют когда у них что-то начинает появляться в голове хотя всегда была такой неглупой девочкой вот короче я за ней наблюдаю надеюсь что когда-нибудь мы с познакомимся было бы интересно с ней пообщаться грусть печаль нет кофе в аптеке единственная аптека куда можно заезжать с малым вот видите такая штука там есть во вторых везде в остальных везде просто лестнице я не заеду малого одного не оставлю он спит будить его не буду вот еще три аптеки вокруг поселять и заехать не могу и нет кофе счет что же я буду пить хотя вот наш рынок я люблю рынок кто ходит вообще на рынке я вот рада что рынок у меня есть возле дома нормально я такая зашла фикс прайс совсем забыл что я влог с ним а беру такая книжечку две подружки думаю вот с моими зрителями поделиться бы вспоминаю что я влог веду смотрите какая книжечка прикольная я не буду ее брать потому что у меня пацаны ему нужно не про веселых подружек короче книжечки а про реальных парней реальные пацаны это как мишка нужно а если такое большое путешествие тоже девочки тут такая как-то не хочется мне могут это вот брать а вот что угадай мой талант но это тоже для девочек подкидыш стоит ли брать малышу такую книжку подкидыш что-то интересное тут в пуклая штука такая кстати про машеньку интересное мы еще не разобрались с этими книжками которые я купила в прошлый раз и вот еще слушайте вот книжечек сток красивых классных книжек русалочка о русалочка полет метро а кстати вот это ему наверно понравится такой возьму пусть машинки все дела он это любит ладно одной хватит он еще пока в книжках не толку не разбирается так говорили к продукт если сейчас я его не могу найти что у нас здесь нету не вижу а нашла но только это не для детей для подход для септиков вот такой большой и все и вариантов нет больше мне для деток нужно было ладно я разобралась это закончится а потом фаберлик может быть возьму что-нибудь эти в прошлый раз я была фикс прайс и взяла такие штуки которые уже нету которые уже закончились здесь и наверное их только единицы заметили ну не знаю как в других а нет еще есть но не буду показывать будет сюрприз уже когда буду видео снимать покупку так разные бассейны для деток их не было здесь 22 высота диаметр 60 честно говоря я не знаю нужно она нам или нет никак это даже не о прикольная штука какая блин жалко малый маленький приклеивается и бросается мячик туда блин тем кого-то так мы еще я надеюсь что все это будет как-нибудь еще а кто уже вот у кого постарше детки кидают все это то вообще класс вот это чё машина для мыльных пузырей машина целом кстати это можно взять машину хотя что ну блин да можно взять интересные ведерки для пацанок кто-то мне писал что топики завезли на металлургические хрена с 2 мне тут ни одного топика не осталось или все разобрали надурили меня я каша сюда не конкретно из-за топиков пришла вы не подумайте написали мне и побежала сразу нет вот так вот раз мне обманули да тут нет топиков просто 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 а нет смотрите какие-то топы есть не обманули меня я полазил нашла но это не новый завоз это короче топики тут наверно в остатках лежали или ладин одного цвета которого мне еще нет вот фикс прайс это такое дело что если у вас нет денег лучше сюда не заходить потому здесь по-любому чего-нибудь да найдется что вам взять а я так захожу весь бля все время столько всего трачу денег и все полезно это слушайте не помню показывала вам или нет подносы все краши и краши вообще большое такое с розами красиво у меня еще те маленькие подносики что-то я их не сильно использую но все равно рада что они у меня есть ночью ничего особенно фикс прайсе нету сегодня взяла ну какие-то новиночки минимальные там они в общем показала вам что-то интересное что в глаз мне попало это место постоянно сдается в аренду уже столько всего поменял наверно неприбыльно и чё сейчас еду домой постоянно спит крепко-крепко хотя он уже не кушал как два часа он не захотел кушать перед выходом не знаю почему в общем спит крепко сейчас едем домой и ждем крестинку вечерком я включусь если что-то интересное буду дома делать кстати когда я брала оксид оказывается оксид есть для аммиачных и без аммиачных красок неизвестно чем эти оксиды отличаются кто-нибудь знает скажите мне пожалуйста я взяла аммиачные только я не помню гаранье у меня аммиачные или нет но скорее всего хотя неизвестно короче приду домой посмотрю а сейчас я хочу взять хочу пурю мне не хочу курю как она называется мне не хочу курю лепешка такая называется маленькая сыром не очень нравится осетинский пирог называется только маленький я люблю картошка и сыр потому что картошка она как раз таки дополняет сыр и он получается очень нежно где я беру очень нежно на сельмаз можно покажи ох наслаждаться своих зрителей если просто кто-то будет спрашивать где я беру где я люблю что я много где брала и мне не очень нравится это вот перпендикулярно перпендикулярно сержантово находится такой маленький киоск осетинские пироги называется вот короче я беру такие небольшие там но очень редко беру потому что я же вечно на диете а так я люблю там брать в других местах брала не очень мне нравится они то слишком соленые я их даже не доедаю а вот эти классные нежные сейчас перед домой напомню вкус этот и еще раз убежусь в том что они вкусные а этот кадр называется по дороге домой среди какая красота и костюме такие крутые люди кто вот это вот посадил и радует вообще-то дворик красивые люди ухаживают за своим как это называется то что перед домом фасадом да так пришла домой чего купила я купила клубничку я не буду распаковывать взяла вот такие всякие штуки из этого как она корейская да тут у меня рыба а винегрет и фасоль отдельно для кристинки взяла так чё еще чё 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 вот это лепешка офигенская сейчас я попробую скажу вам вкусно нет ой не ругайте меня строго она взяла сосиски я очень люблю честно яблочки малома взяла кабачок малома взяла тоже ему сделаю кашицу и вот я взяла вот такие вот оксиды 1 и 9 ну вот этот типа для аммиачный холонда была для без аммиачной краски сейчас я посмотрю что у нас там в этой краски то написано но здесь не написано что она без аммиачная значит пойдет ладно все подробно буду рассказывать уже когда буду краситься почему зачем от чего именно так расскажу вот кашка которая мы открыла кукурузную сейчас мы будем есть я в стаканчике развожу потом переливаю в бутылочку и ем сейчас чуть-чуть подогрею чайник развожу всегда на глаз чтобы она была достаточно жизненькая чтобы можно было пить и она у нас еще специальная прорезь и тут для каши меня специальная соска с прорезью сына кушать идем все идем что-то странно как-то совсем есть не хочет поели в 11 пол двенадцатого где-то сейчас уже половина четвертого вот он съел ему сделал она мешала сколько 125 60 осталось офигеть что это такое интересно вот и настало мое время блин так темно что-то 4 какая-то намазюкана сильно коляска в доме видите мой мини домик ожидаю мини дом в котором хранилась коляска в общем настало мое время я буду есть винегретик сделался офигенно вкусный ассетинский пирог чай параллельно выкладываю видосы в инстаграм так что ссылку на инстаграм оставлю вам потому что там все онлайн практически и что хотел сказать ассетинский пирог просто бомба а вот купила я эту рыбу там еще она оказалась острая вот я все время когда я беру вот такие вот вещи на развес там где-нибудь или еще время забываю спросить острая или нет я прихожу домой у меня горит весь рот невозможно сейчас несколько раз подумала о том блин положила эту лепешку уже не отрезала там на четыре части чтобы поесть а уже рукой оторвала положила не в тарелке об этой вот пластиковой штуки винегрет все так наскоряк в пакетах все показала еду все а сама такая думали надо выложить красиво на тарелочку разложить показать чтобы все было аппетитно потом да нафиг вот как есть на самом деле я я люблю когда красиво все разложено но на это должно быть время когда времени нету реально и надо поесть и потом снова к ребенку и там то все дела но даже как-то заморачиваться не хочется так все положила сейчас быстро поем все в холодильнику беру и дело идет что у меня 10 воспользовалась помадой которая знаете пигмент оставляет и как там говорила на форме бутылочки такая ссылка оставлю на нее внизу посмотрите она прикольно видите цвет оставляет все я ем пигмент оставила свой все у меня здесь по ходу ранки были и она в ранку залезла и теперь у меня все кого-то кровь тут красиво блин через волок такой я считать вас не сильно напрягут в общем наболтала я смеси малому он съел у меня целых 180 не считаю 60 даже уже 70 каши я ему еще надавала в общем он просто не нравится кукурузная каша конечно приятного конечно после рисовой каши с тыквой с бананчиком она вкусно даже мне нравилось тут ему кукурузную просто кукуруза скажи не интересно ладно пойдем валяться сына пойдем пойдем валяться а чего хочешь сниматься здорова сейчас скажи блин такая я вообще какой-то свет вообще ужасный посмотрите что он делает красная какая-то все в общем кристинка так не пришла сегодня у нее там гости она в гости короче на все сегодня на движухе вот приедет к нам завтра и мама завтра насыщенный день я не знаю как это все в один влог вместить может разделю а может нет вот сейчас я решила свою прядь кусочек покрасить то во что я собираюсь красить и еще вот у меня вы видите волосы да волосы пришли мне и мне нужен оттенок нужно для меня потому что у меня такой холодный цвет волос там не было таких я взяла самый белый для того чтобы можно было их покрасить и я хуже меня вообще короче я сделаю потом отдельный ролик про эти волосы накладные я в восторге скоро вы меня увидите шикарную с длинными густыми волосами так что все я давайте сегодня с вами попрощаюсь и мы увидимся уже завтра сегодня у меня эксперименты с волосами завтра мама и в общем все дела буду делать завтра спокойной ночи хорошие мои настал следующий день мне кажется нужно сделать отдельные влоги потому что сегодня будет насыщенный день и и я бы его выложила завтра чтобы не перегружать сильно длинные видео чтобы не были сейчас покажу что у меня там стало с прядями смотрите в общем я покрасила экспериментировала вчера до 4 утра блин у меня сейчас плохое настроение немножко потому что я не выспалась но сейчас я поем и все будет хорошо в общем я протестировала краски вчера взяла вот этот вот гаренье гаренье у меня каким-то зеленым цветом вот он прям на самом кончике немного зеленоватым каким-то ну отдал во всяком случае сейчас не сильно при дневном свете видно но так видно было ну тут вот маленькие кончики я пробовала потом я взяла фикс прайс песочный вот он он какой-то темный блин стал но хотя и он будет подходить под мои волосы если его подержать не 30 минут как там написано а чуть-чуть то есть я стойкое окрашивание делала и также пепельные сделала тоже красивый цвет но почему-то эта прядь она намного светлее моих волос понимаете хотя вот получается как бы мой да вот это вот ну нет это вот здесь свет такой что вот ну все подходит а на самом деле мои немножко с розовинкой скорее песочные они вот мои скорее песочные только светлые песочные под кончики а здесь кажется темные ну да в общем так они вот желтые короче вам ничего не понять я вам потом все расскажу покажу кто понял молодец вот я с вами тогда прощаюсь до завтра кстати сегодня мне уже написали где топики есть на 40 лет победы так что поеду сегодня туда вот Субтитры сделал DimaTorzok